Здравствуйте! С вами снова Фантом. Сегодня хотел бы показать один опыт, иллюстрирующий некоторые аспекты законно-электромагнитной индукции в трансформаторах. Схема эксперимента. Берем трансформатор, выполненный на O-образном сердечнике. Вот такой. У него две абсолютно диетичные катушки. На каждой катушке намотана первичка в 1000 витков провода 0,53 и вторичка в 112 проводов 1,2. Катушки абсолютно диетичные. Так. На левую катушку подается через ключ. Питание 50 вольт. Вот через этот ключ. Тактируется вот от такого программирования генератора. Особенность его работы в том, что импульсы идут редко. Порядка 1 секунду в период. При длительности импульса порядка, скажем, 40-50 миллисекунд. Так. Значит, в качестве нагрузки будем использовать резистор 4 Ома. Значит, ток в цепи возбуждения будет контролироваться этим щупом. Ток в цепи нагрузки вот этим. Значит, селлограф у нас будет показывать, значит, желтенькое, ток в цепи возбуждения первички. Синенькое, ток в цепи нагрузки. И, значит, верхний саларов показывает напряжение. Желтенькое это на первичке возбуждаемой, синенькое это на обмотке тысячу витков вторички на другом керне. Так, схема эксперимента. Значит, ключик, который у нас возбуждается, коммутируемая первичка тысячу витков. Так, образный троциноматор. Значит, соответственно, нагрузка будет подключаться либо ко вторичке, расположенной на том же керне, что и первичка, либо к противоположной стороне, расположенной на другом керне. Давайте посмотрим. Так. Подключаем нагрузку 4 ума ко вторичке, расположенной на том же керне, что и первичка. Как видим, у нас пошел ток. В вторичке образовался ток, который здесь на длительном участке порядка 50 миллисекунд постоянен. Так. То есть причины этой постоянной мы с вами обсудим когда-нибудь после. Так. Сейчас мы с вами будем смотреть немножечко другие вещи. Значит, давайте посмотрим длительность фронта, нарастание тока. Соответственно, в первичной и вторичной аморках. Так. Сейчас. Так. Что мы с вами видим? Мы с вами видим... Что ток у нас нарастает, как в первичке, так и во вторичке, за цена деления 100 микросекунд, за 200 микросекунд. Так. Еще раз. Когда мы нагружаем вторичку резистором 4 ума, и вторичка расположена на том же керне, что и первичка, ток в первичке и во вторичке у нас возрастает за 200 микросекунд. Прекрасно. Теперь переключим нагрузку на вторичку, которая расположена на противоположном керне. Как мы видим, фронт затянулся. Давайте посмотрим длительность. Так. Сейчас цена деления 1 миллисекунда. Те же две клетки. То есть, теперь у нас ток возрастает за 2 миллисекунды. То есть, перенос нагрузки со вторички, расположенной на том же керне, на вторичку, на такую же вторичку, расположенную на противоположном керне, вызвал затяжку переднего фронта нарастания тока на порядок с 200 микросекунд до 2 миллисекунд. Получается некоторая асимметрия. Правильно? Там получается некоторый сектор. Сейчас я покажу, как это выглядит на осцилограмме. На осцилограмме это выглядит вот так. Сейчас секунду. Так. Вот как мы видим, вот здесь разница. То есть, вот это у нас скорость нарастания, когда у нас на вторичке на противоположном керне, а вот это скорость нарастания, когда на вторичке на том же керне. Вот эта область, это разница между скоростями нарастания. Так. Сейчас, секунду. Хорошо. А теперь сделаем следующий эксперимент. Поскольку вторички у нас ненаквые, мы возьмем и попробуем их соединить. Сначала мы с вами их соединим последовательно. То есть, начало одной вторички, к концу другой вторички. Так. Вот по такой вот схеме. Не знаю уж, видно. Вот. Вот по такой схеме. Так. Мы сначала на четырем нагрузим, а потом замкнем. Так. Секунду. Нагружаем. Так. Значит, у нас с вами всё увеличилось. Сейчас посмотрим. Так. Вот что у нас с вами произошло. Так. Поскольку обмотки соединены последовательно, то, естественно, у нас потребление возросло. Так. Значит, вот этот вот ток у нас возрастает в первичке с вами. Вот этот ток возрастает во вторичке. Так. Что здесь интересного? Интересно здесь передний фронт напряжений. Значит, жёлтенькое – это напряжение на первичной обмотке. Сейчас мы его ещё опустим. Так. Вот. Видите? Значит, абсолютно чистенький фронт. Давайте-ка развернём. А вот синенькое – это напряжение на такой же обмотке, тысячу витков, но расположенный на противоположном сердечнике по отношению к возбуждаемому. И вот здесь мы с вами видим очень интересный эффект. То есть вот у нас, смотрите, здесь напряжение возрастает на первичке. А вот на обмотке тысяч витков на противоположном сердечнике она сейчас не нагружена. Так. У нас с вами тоже возрастает на такую же величину. Но перед тем, как возрасти, у него знакает вот такая вот интересная вещь в противоположном – вот это ноль. Вот такой вот треугольничек. Вот то разогласование, которое мы с вами видели в предыдущем опыте, по площади приблизительно равно к тому же самому треугольничку. Так. Хорошо. Это мы с вами увидели. А теперь давайте попробуем соединить обмотки наши вот так. То есть начало к началу, конец к концу. При этом внутри обмоток, как вы понимаете, ток течь не должно, потому что обмотки одинаковые. Верно? Давайте посмотрим. Вот что мы с вами видим. Значит, напряжения у нас остались, как и были, как будто ничего не подключено. То есть вот у нас… Сейчас мы уменьшим. До 100 вольт. Так. Вот сейчас 100 вольт на обоих. То есть напряжение у нас подается, и ОИДС. Как будто ничего не подключено. Вот. А вот на токах у нас с вами возникает достаточно забавная штучка. Сейчас мы с вами посмотрим другой фронт. Вот так. Вот. Что мы с вами видим? Значит, что мы с вами видим? Значит, вот это вот наше возрастание штатное тока в первичке. Так. По форме оно очень похоже на ток холостого хода, как будто у нас ничего не подключено. А вот во вторичке у нас с вами возникает достаточно забавная вещь. При начале импульса у нас с вами ничего, пустота. Поскольку обмотки включены, согласно. Между ними тока быть не должно. Так. А вот в конце, когда у нас импульс снимается, напряжение не снимается. Так. У нас с вами возникает достаточно забавная вещь вот здесь. Вот такая. Значит, давайте мы с вами вот что сделаем. Смотрите. Мы с вами сейчас сняли нагрузку. Ток потребления первички такой. Мы с вами нагрузку поняли. Видите, ток первички практически не меняется. А во вторичке при этом возникает вот такой образ тока. Амплитудовая тут только сейчас в клетке 200 миллиампер. То есть по-настоящему. Вот это ноль. Раз, два, три. 600 миллиампер. При этом ОИДС, который у нас как возникало, так возникает. Как мы видим, у нас не нагружается обмотка. Но в замкнутых вторичках через резистор 4 Ома начинает возникать тока. Давайте замкнут вторички не через 4 Ома, а напрямую. Еще раз, вторички согласны. То есть в принципе там только быть не должно. Вот такая забавная штучка получается. Сейчас 200 миллиампер. Соответственно у нас ноль здесь. Раз, два, три. Те же самые 600. А в плюс раз, два, три. Тоже 600. Вот. Две одинаковые вторички на разных хернах включены согласно и замкнуты между собой. Сейчас без резистора. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok